Старый обновленный. 650 предпринимателей уже работают на патентном налоге. При том, что всего ИП, которые могут перейти на этот тип сбора, в регионе порядка 20 тысяч. Законодатели упростили этот налог из-за скорой отмены вмененного. Из плюсов страховые износы можно вычесть из налоговых отчислений. Закон носит однозначно антикризисный характер, в том числе. И то, что предприниматели будут работать проще, это однозначно. Стоимость патентов не такая большая на самом деле. Сегодня регионам в рамках исполнения национальных целей заложено в KPI количество предпринимателей, использующих патентную систему налогового обложения. Наша с вами совместная общая задача создавать условия для того, чтобы предприниматели выбирали ее. И выбирать должны чаще. В новом законе стало больше видов деятельности, на которые предприниматели могут оформить патент. Теперь их 69. А типы потенциально возможного годового дохода разделены по размерам населенных пунктов. В первой группе, то есть в Барнауле, потенциальный доход для розничной торговли принимают за 2 миллиона рублей в год. В последнем пункте, в селах с населением меньше 500 человек, та же торговля предполагает годовой доход в 660 тысяч. Логика такая. Меньше доход, меньше стоимость патента. По мысли законодателей, сельские предприниматели должны сэкономить. На этом плюсы новой системы заканчиваются. Есть и те, кто нашел минусы. По отдельным видам деятельности патент подорожал. Александр Сергеевич так аккуратно обошел вопрос, который мы задали. Это что за помощь такая интересная предпринимателям по этому виду деятельности. Кроме того, для патентного налога прописали прогрессирующий коэффициент на количество сотрудников. Больше людей устроил, больше заплатишь. А в союзе предприниматели уверены, что необходимо делать наоборот. Чем больше людей, тем меньше нужно платить за патент, поскольку предприниматель больше отдает по НДФЛ. Люди, которые работали на системе НВД, они налог платили постоплатой. То есть отработав какой-то период, они платили налог. Патент подразумевает предоплату. То есть патент надо сначала купить, чтобы иметь право заниматься этим видом деятельности. А это у предпринимателей, особенно у малых, у маленьких, всегда дефицит ресурсов. А еще в патентную систему не могут войти предприниматели, которые торгуют маркированными товарами. Табачными изделиями, алкоголем, обувью, изделиями из меха. А те, которые могут перейти на новое налогообложение, пока о патенте отзываются осторожно. Другая система налогообложения, она более неперспективная для нас. То есть как бы радует одно то, что налог сильно не поднялся. Если бы он поднялся до тех пределов, которые нам выписывали изначально, очень много предпринимателей города Барнаула, они бы закрылись просто. А сейчас предприниматели приободрились, потому что ждали худшего. Большинство коллег и пэшников Тамары переходят на патент. Хотя подсчитать точную выгоду пока никто не может. Тамара и сама станет одной из первых, кто оценит выгоды этой системы. Документы на патент уже подала. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком.